Наконец-то вроде я с вами и это замечательно И врываемся сразу, вот так с вами врываемся на игру Alternate против SK Gaming У меня вот, к сожалению, еще пока вот такая вот небольшая борода С худом Сейчас попробуем все это быстро решить Обращу внимание наконец-то на счет Так, почему же мне не прописывается Alternate, а такс-то Ребята, почему? Вот, ура! И надо прописать SK, точка Вот оно что Счет 2-1, немного потеряли 2-1, все правильно? Все правильно, Alternate ведут, вот так, неожиданно Апрокс, Трабли, Роман, Тиксо, Капио Все крутые парни Ну, Трабли, новичок такой немецкий КС-сцены, все остальные очень даже, очень даже известные Ребята, что тут у нас у SK Gaming? У SK Gaming все то же самое За исключением Делл Пана Делл Пана нету Нету у нас Маркус в составе Но SK Gaming завершил свою карьеру Шведский снайпер И на его место в команду пришел датский снайпер Трейс Вот оно что 2-2 2-2, тут была массовая перестрелка на длине И террористы, шведы, вышли Вышли из нее победителями Мне нужно будет постоянно, к сожалению, вот так вот мониторить наш сайт Поднялся он или нет Нет, все еще не поднялся 2-2, очень интересно По-моему, 2 раунда первых взяли немцы Потом потащили Тащил уже атака Ну что, смогут? Смогут, нет, не смогли фейсы Забрать 7 хп Фейс вовремя Включил даг Вовремя Пригнулся И тем самым спас себе жизнь Сегодня у нас трансляции начинаются не в 10 вечера А в 9, как обычно Что тоже немножко повергло меня в шок Я был в полной уверенности, что 10 даже не посмотрел Но я успел Я успел А вот техника подвела Слегка 3-2 взяли Взяли отдачу шведы И сейчас будет закупка Сейчас уже посмотрим Наконец-то будут команды в равных составах В равных условиях Так, куда у нас развивается Атака Get right Face trace Face trace Да, тяжело Тяжело будет выговаривать Этих парней вместе Идут подтемки Кэпио, Тиксо Сидят вот парочкой Так Друг за дружкой В яме Трабли оставили На гусе На подъеме Смотреть За Зигзагом А Роман стоит Смотрит центр Усиление А плента Послабление Б плента Как раз атака-то под Б идет Сейчас вот хочется мне найти То самое АВП Немецкой команды Которому сейчас предстоит Которому сейчас предстоит Промахивается Апрокс Просто Бессовестно Промахивается Здесь надо было попадать Зато два шикарнейших фрага Выдает Апрокс Попадает еще в третьего Трабли тут помогает И слепой У нас слепой террорист Уже пробежал на танцпол Апрокс У него не попадает Это по-моему Трейс был Да Был трейс И Тикс еще забирает Робно отличные Отличные действия От Апрокса Начал я его ругать Мол Как тебе не стыдно Промахиваться в таких ситуациях Зато потом исправился На 300% Забрал двоих Очень красивыми фрагами И вытащил раунд Для своей команды Это 3-3 Это 3-3 Что по поводу СК гейминг Хочется сказать Да, ребята Это серебряные чемпионы ВЦГ Чемпионы W У Есть ВЦ Победители Летнего Дримхака Геймгана Интел Экстрим Майстерс Гуанчжоу В общем там Достаточно Титулов За 2011 год Но К концу года Явно наметился Спад В игре Явно наметился Явно наметились проблемы В игре Делпан Завершил свою карьеру В команде Повелся Трейс И я не удивлюсь Если СК гейминг Несколько месяцев Будут искать свою игру Если они Несколько месяцев Немножко так Знаете Выйдут За пределы Вот этой вот Топ-3 мира Но потом вернутся Это Гадалки ходить не надо СК гейминг Мы Увидим Обязательно В топе В этом году И сейчас Вот игра Сегодняшние игры Они очень много Нам расскажут Что же Нас ждет В играх С участием СК гейминг Попытки найти Свою игру Или Своя игра Уже найдена И никаких проблем С этим нет Так Трабли Забирает Двоих Третьего Не смог Ну что Все равно Неплохо 600 баксов Заработал Не лишние Жалко Вот только Калаш потерял Зато Тиксо И Капи У нас Закупились А Тут все Вообще Закупились Один девайс Был засейвлен Решили Решили Все таки На последний Как говорится Ва-бак Отличная ХАЕ Сейчас в центр Прилетела Робану с Фейсом Под ноги И немножко Шведы так Подиспугались Ждут они Каких-то дальнейших Аркад Аркад не будет Все Немцы Прожали Кинули ХАЕ Отошли Очень удачно Сняв Процентов Так 60 ХП На двоих Робану И Фейсу Так ЕСК Гейминг Пробираются Пробираются По Рампам По Зигзагу Почему-то у меня Все время Дальтанизм Такой Проявляется Я Зигзаг Называю На Нюке А рампы Называю На Дэдасте Втором Две точки Постоянно между Собой Название Путаю Ну что Трабли Трабли Здесь Не жилец Это 100% Надо ему Что-то делать Со своей Позиции Тут Капио Пришел На позицию Не жильца Забирает Фейса Трабли Там где-то Нашел Трейса Ну Гитрайт И Форест Да Дестройер На пару Справляются Робан Убьет ли Робан Нет Робан Не убивает Робан Только Спалился Что он С бомбой Что он Здесь Конечно Очень Зря Хаотические Действия От Обеих Команд Сейчас Происходят И Тиксу Остается Один в два Но Тикса Может У Тикса Опыта Полно Да И Тикса Вытаскивает Клащ Один в два Робан Робан Ну что ж ты делал Зачем ты ставил Бомбу Вы скажете Там было Четыре секунды Но Не знаю Он бы успел Надо было просто Убить своего Противника И все Ладно 4-4 Бедный Там Тридцати Хаповый Тикса Умирал За Две Десятых Секунды Четыре Секунды На это Тратить Было Не обязательно За Осадов Темки Вдвоем Детрайт С Трейсом Робан Форест Фейс Крадутся Опять По По Зиге И что же Тут происходит Опять Зигзаг Отдают Немцы В очередной раз Как и в предыдущем раунде Так Вот это будет интересно Это будет интересно Почему? Потому что Альтернейтам нужна инфа Альтернейт уже сами все поняли Ну не знаю Не знаю Это какой-то спорный Спорный Мув От Защиты Вот смотрите Сейчас Апрокс Умирает Или нет Да Апрокс Убивает Детрайт Детрайт Еще успевает Убить Капио Правда Тут Роман С Тикса Врывается Но Тикса Падает И Роман Последний Да Его Форс Находит Опять Позиционные Какие-то Фейлы Мы наблюдаем От Альтернейт Ну не знаю Нет слов Я не знаю Что сказать Почему Почему команда Такого уровня Так действует Сидеть Втроем Сидеть Втроем У ямы И пытаться Потом При занятом Апленте Террористами Пытаться Пройти Через Зигзаг И Через Мейн Потому что Там Один Тикса Только шел С длины Ну в общем Странно Причем Они знали Что АВП У команды Противника Нету Можно В принципе Идти Ладно Может это я Такой глупый Не понимаю 6-4 6-4 СК Гейминг Немножко Упрочили Своё Преимущество Над немцами Но вообще 6-4 Я не могу Сказать Что счёт Прямо Такой Классный Для террористов Я бы даже Вам сказал Что он Совсем Даже Не классный Немцам Взять ещё 2-3 раунда И в принципе Задача Выполнена На первую сторону Красиво Красиво Разбираются С эко-раундом Трейс И Робан На пару Делают Счёт 7-4 И сейчас Будет Хороший Бай Очень Хороший Бай Должен быть И У Немцам Должно Должно Быть АВП Да Апрокс Апрокс Конечно же С АВП Апрокса Поставили На центр Робана Осправили На Б Плант Но сейчас Скорее всего Они поменяются Местами Просто потому Что АВП На центре Сидеть Очень тяжело Да Роман Подсаживает Апрокса На танцпол И у Апрокса Сейчас будет Рандеву С Трейсом Так Трейс 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 Ну что Трейс Убьет ли он Апроксом Такая вот Дилемма Раунда Кто Кого Трейс Шикарен Никуда Не спешил Все Аккуратненько Размеренно Еще и Романа Где-то Нашел Траблю Тут забирает Фореста Сейчас будет Стреляться В нижней темке Если он туда Конечно пойдет Бомба стоит Это 3 в 3 В принципе Ничего такого страшного Криминального нету Ну разве что Вот бомба стоит Интересный Интересный Мув сейчас был От СК Приходит тут Сообщение Штаба Роман Находит Где-то Трабли Ну и все Тикса Последний Тикса Тикса Девайса Тикса Не хочется Его терять Тем более Тут калашик Лежит Оп Калашик Очень был рад Тикса Видимо Такому Нежданчику 8.4 8.4 Интересно Default.ru Сервер Вот оно что Кстати Пинг игроков Мы забыли Мы глянуть 17 у немцев 27 у шведов В принципе Логично Все логично У шведов Пинг чуть побольше Ну а у немцев Пинг практически Лановый Пролаг ЛТВ Это 9.4 Вот в принципе Счет вернулся К своему такому Знаете Состоянию Ну так и надо Вот 9.4 Да Примерно так Атака должна выигрывать По ходу По ходу игры Ну а в итоге Все должно закончиться Либо 9.6 Либо 10.5 Изредка 11.4 Это при равенстве Команды Естественно Хотя бывали случаи Когда СК Отдавали Атаку Очень жестко Но потом В защите Были просто Непробиваемые Шведские команды Этим Этим Очень Очень Известны У нас тут Слоу Раунд От шведов Гетрайта Посадили на винт Остальные В четвером На нуле Крутятся Сейчас Гетрайт Будет под флеш Видимо запускать Кого-то на зигзаг Кого-то Это Форест Фейса Смотрим Итак Детрайт Кидает Флеш Детрайт Кидает Флеш Да Детрайт Закидывает Флешки Пробегает Форест Фейсом И мы Наверное Найдем У нас Тут есть Такой Парень Как Трабли Причем У него Уже Откуда-то 61 ХП Непонятно Что он Здесь С ящиков Прыгал С разбегу Вниз Ну в общем Вот на него Вся надежда У немецкой команды Тут еще Капио сидит Так Все Инфа Дана Зигзаг Вышли Капио Сейчас Минус Фейс Да Логично Где Форест Находит Романа Я не знаю Я все Жду Мувов От Трабли Нет Трабли Не справляется Два в два Кладчик Трейс Почему-то Вообще С деглом Выбегал На Кольт Ну ладно Хорошо И Гитрайт Один в два Все Тиксо Минус Гитрайт Тиксо Капио Апрокс Роман Эр Я даже Не знаю Ну просто Звезды Звезды Немецкого КС Наряду С Наряду С Романом Наряду С Гобом Би С И И Так Далее Трабли Кстати Очень неплохо Вписывается В команду Вот этих Старожил КС Сцены Германии Вполне себе Так неплохо Апрокс Романом Тут в дыму На центре Прожимают Фореста С Романом Правда Фейс Гитрайтом Вот Парни Прошли По зигзагу Просто Да И просто Уничтожили Вообще Зигзаг Но Даже Не заметили Никого Роман 27 ХП Так И Тиксо 42 ХП Так Тиксо Спалился Получил ХАЕ Прямо в ноги 14 ХП Да Все Здесь уже Здесь уже Не жилец И 1 в 3 Роман Последний раунд Первой половины Это 10 5 10 5 Я Проверю Наш сайт Сайт Тяжелый не Лежит Я Немножко Расстроен Что Меня Сегодня Поставили Комментировать Матчи СК Гейминг Правда Я Всеми Просто Фибрами Души Был уверен Что Мне Предоставится Право Так сказать Следить за играми Виртус Про Оказалось Что Виртус Про У нас На втором Канале И Приоритет Отдан Все таки Фавориту Группы СК Гейминг Вот Поэтому Мне очень Хочется Узнать Какой же Там Счет В игре Между Винфакт И Виртус Про А я Этого Даже Посмотреть Не могу Вот Но Надеюсь Что Там Все Хорошо Очень Очень Сильно На это Надеюсь Следующая Игра Которую Мы Посмотрим Будет Виртус Про Против СК Гейминг Вот Там Ребятам Предстоит Попахать И Попотеть А у У нас Тем Временем Пистолетный Раунд Первый раунд Второй Половины И Тут Сейчас Будет Ого Как Встреча Так Ну что Не должен Да Не должен Гитрайт Забирать Еще Кого Зато Тут Какое Усиление Зигзага Посмотрите За спиной Еще Фейс С Форестом Откуда Четыре Человека На Зиге Вот Да Немцы Наверное Сейчас Ошарашены Вообще Вы Откуда Здесь Взялись Парни Это Что Такое И Смотрите Апрокс Не угадывает Апрокс Не уходит На Б Он Думает Что Он Думает Что Там Еще Есть Кто То Так Форест Всего 18 ХП Осталось Буквально Одной Пуле Попасть Ох Отличнейшая Вот Эта Пуля Была Отличная Да И Еще 34 Секунды Есть У Апрокса Для Того Чтобы Потащить И В принципе Все Возможности Для Этого У него Есть Робан Никуда Не Суетит Все Правильно Делает Никаких Полупозиции Никаких А может Он Там А может Он Там Нет Вот Выбрал Одну Позицию Что Вдруг Он Пойдет По Зигзагу И Все Смотрит Зигзаг И Абсолютно Правильно Делает Апрокс Тоже Абсолютно Правильно Все Делает Поставил Бомбу На На Тупой И Сидит Все Зачем Что-то Делать Да Он Спалился Ну И Что Все У Робана Уже Шансов Никаких Да Апрокс Вытаскивает Пистолетный Раунд Для Альтернейт Все грамотно Все просто На 100% Грамотно По-немецки Педантично И это 6-10 Это 6-10 И 2 Эко-раунда Восполнение СК-геймов Мы сейчас будем Наблюдать Это будет уже 8-10 Не забывайте Что Альтернейт Играют За атаку И В общем Вопрос О победителе Открыт Просто Открытие Некуда Я бы сказал Если бы Так можно было Сказать По-русски Тиксы Сейчас Напорятся На кого-нибудь Нет Робан Не хочет Выходить Правильно Делает Турнир Серьезный Турнир С призовым Очень неплохим Поэтому Естественно Команда Играет На полном Серьезе Только вот Нату С Винсером У нас Отличились С Члениксами Ну Что поделать Им можно Да и потом Видеоролик Реально был Смешной Если кто Не видел Наберите На ютюбе Найдете Капио Уничтожает Просто Сморковкой Бегает С 3-2 Уже Два Минуса Поставил Такой Олдскул В исполнении Капио Раньше Очень любили Команды Во втором Раунде За атаку Брать Вот именно Эти пушки У них Патроны Как у Юспа Только Скорострельность Бешеная И Головы Без второй брони Разлетаются Просто на ура 10С 10С И еще один Эко-раунд В исполнении СК-гейминг Так Вот здесь уже Какая-то засада Массовая засада Для Тиксо Тиксо Это ловушка Не иди туда Правильно Правильно Тиксо Просто Предчувствует Своим А вот Капио Сейчас будет Поливать С-3-2 Просто Я надеялся Что там Какой-нибудь Красивый Хайлайтик Минус 5 С-3-2 Как в старые Добрые времена Знаете Там на Цебабле В больших воротах Кто-нибудь Сидит за углом Бежит 5 Глоков И тут Минус 5 Нет Не получилось Капио Вообще Никого Не получилось Убить И сейчас У Фореста Есть Это волшебная Кушечка Так Я боюсь Что Трабли Сейчас Тоже Калаша Лишится Что так Смело Пробегает Сквозь Просвет В двери Но Нет Спасли Вовремя Сзади Подошли Роман С Апроксом Или Роман Роман С Капио Подошли Ну В общем Не суть 10-8 И вот Сейчас Бай Сейчас Очень важный Бай И Кто Кого Роман С ВП У нас Кстати Трейс С ВП 2 ВП У Шведов И Трейс Отправили На длину Я думал Что Трейс Будет смотреть Как раз таки С Фейсом Вместе Б Плант Но нет Фейс и Робан Как всегда Неразделимая парочка И они именно Контролят Вот эти 2 выхода Так Робан Сбирает Трабли Перестреливает Его На центре И Сейчас Надо включать Фейса Надо срочно Включать Фейса Почему? Потому что Апрокс Застрелил Робана Бедняга Фейс Тоже Падает От Апрокса Трабли Тут Ругается Почему Я тебя Не убил 22 хп Он оставил Робан На центре Но это 4-2 И это Поставленная Бомба Это Поставленная Бомба И никаких Шансов Просто Для Взятия УСК Почему? Потому что Там все Гранаты Все Флешки Дымы Лежат И терять АВП И 2 Кольта Это Очень Опасно В Экономическом Плане Лучше Лучше Следующим Закупиться Дать Пару Дропов Так Ну что У нас Еще Форест Лишился Девайса И осталось АВП И кольта Вот это Уже Проблема Здесь Уже Нормального Боя Не Получится Тут Максимум Три Фомаса Сейчас Дропнут Да Дропнули Три Фомаса И Я боюсь Что у Кого-то Из Шведов Даже Брони Второй Нету Не то Что Гранат Так Смотрим 10-9 Вплотную Уже Подобрались Немцы К Шведам Я Очень Сильно Надеюсь Что Virtus.pro Сегодня Последуют За Примером Команды VFord И Выгнут Из группы Просто Очень Этого Хочу Отдали Центр Смотрите Робан Смотрит Через Просвет Центр Можно Этим Воспользоваться Тем более Что Фомас Руках У Робана И Сейчас Апрокс Вп Подойдет К Темочке И будет Перестреливаться С фейсом Но Это Немножко Неравный Будет Бой Вп Против Фомаса Но На таком Уровне Игры Любой Игрок С любой Пушки Может Убивать За Сотой Доль Секунды Снайпер Промажет И Все И Шансов Никаких Смотрите Что Получается У нас Трабли Выпускают Вперед Видимо Понимают Немцы Что Здесь Не будет АВП У команды Противника И поэтому Посылают Вперед Калаш И фейс Забирает Фейс Забирает У нас Трабли Но На планет Выходит Так Роман Минус Роман Наверное За то Что у него Ник Так Похож На Романа И Здесь Какой-то Молниеносный Десант От Фейса С Гитрайтом Прошел И Фейс Раздефузит Бомбу Да Это Уже Сто Процентов Ну а Капио В панике В панике Сейвится Побежал Засейвился 10-7 10-7 Я так знаете Разглагольствовал Тут Разглагольствовал Думал Все Очередной раунд За немцами 10-10 Прощайте Денежки у шведов Эко-раунды Но нет Шведы Вдвоем Там как-то Мгновенно Просто Пропрыгнули Через Через очко В стене И прыгнули За тупой ящик Стали просто диффузить Все Дали два минуса И раздиффузили Капио Поймали Врасплох Так Ну как обычно Face Robin Forest Get right Trace Так в рядок Сидят По Немножко По косой Такой линии Но Прямую Провести Можно Так Тут Альтернает Хотели поджать Кого-нибудь Так Посадили Апрокс В яму Вот это Опасно Апрокс Сейчас Может найти Тем более Там есть Снайпер Как Апрокс Сейчас Отдался Трейсу Там была Пятка Видна Раз пять И он Все равно Вылез Под Трейса Ну ладно Это Было бы Интереснее Конечно Смотреть Из глаз Трейса Именно Его действия Апрокс Сидел В яме Что там У меня Миллиметр Виден Только Чего Меня Все равно Никто Не убьет Ну да Конечно Трейса Не убьет Трейсу Достаточно Там Пикселя Чтобы убить Попадает он В ногу Еще Трабли Форест Помогает Тут же Робан Вы знаете Я сейчас Смотрю За действиями За действиями Команд И думаю Ну все Тут уже Немцы Должны Кончиться А нет 2-2 Тикса Пропрыгивает Хочет он Забрать бомбу Что-то Придумать Ну в итоге Кстати Попадает В ногу Фейсу Эх Жалко Не убивает Так бы сейчас Засейвил АВП Была бы Какая-то Была бы Какая-то Интрига Следующего Раунда А так Получается Что Последние деньги Нет Смотрите Опрокс АВП Вот так Это же Сколько Всего-то 4 раунда Взяли Немцы И хватает Денег На Еще один АВП Апрокс Минус Робан Так Расквитался Расквитался Апрокс Оставляет Шведов Он в меньшинстве Тут подсадка Интересная Подсадочка Тут Гитрайт Гитрайт Хитрый Все слышит Так Гитрайт Но Гитрайт Отсюда Не уйти Он должен Понимать Это Он должен Понимать Что ему Надо Забрать Хотя бы Кого Нибудь А он Не забирает Никого Как он Не попал В капио Сейчас Это 3 в 5 Это 3 в 5 И для Шведов Здесь просто Катастрофически Все плохо Да И трабли Ловит Трейса На перетяжке Так И по-моему Шведы думают Что это Б Атака А это Не Б Ни разу Не Б Атака Форест Форест Прочитает Или нет Ну Форест Уже Все равно В принципе 1 в 5 Тут Даже Форест Не справится С таким Поворотом Событий Так Форест Забирает Романа 22 хп Ну и Капио Отправляет Его Летать 12-10 Интрига 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 Просто Интрига С большой Буквы Смогут Ли удержать В защите Skygaming 4 рам Могут 100% Могут Но вот Смогут Ли Это вопрос Альтернейт Которые Начали Год Очень Очень Неудачно У них Были Проблемы И с составом Были И с результатами Проблем Под конец Под конец Года У них Вроде В составе Такие усиления Нехилые Произошли Игра От этого Стала Конечно же Лучше Ну и Планы На будущее У них Выросли Команда Не хочет Ограничиваться Удачным Выступлением EPS Germany Хочет Еще Отметиться На Многих Европейских Турнирах Положительными Результатами И Сегодня Чем Черт не Шутит Может быть Она и Отметится Тут Какие-то Непонятные Фейки Разводы Закидали Гранатами Капио Зачем Если Там Эко Подсадку Чекнули Вторую Подсадку Нет Все-таки Форест Форест Одного Да убил Тикса Я не понимаю Что сейчас Делал Тикса Он как-то В одного Пожал Во второго Пожал В третьего Пожал В четвертого Пожал В итоге Патроны Кончились И Один человек Пал Так Случайно Я добавил Лишнего Раунда Это у нас 12 11 12 11 И все Только Начинается Все Самое Интересное Тут Пытаются Подсадить Форест Все Никак Не Получается У шведов Ну как же Так Все Ладно Забей Времени Нет Да Кстати Может Аукнуться Шведам Вот Эта Неудачная Подсадка Они Потеряли Очень Много Таймингов На этом Отдали Зигзаг Неплохо Так Отдали Да Тем Более Да Робан Падает На длине Там В дефе Сидит Какой-то Жалкий Фомасик Трейса Трейс Падает И Капио Капио Зажал Просто Вбок Расстрелял Двоих Игроков СК Гейминг Это 12 12 Денег У СК Нету А это Значит А это Значит Что Альтернейт Станут На один Раунд Ближе К победе Чем СК Гейминг Буквально Через Секунд 50 Уж Поверьте Ну Капио Как-то Совсем Уж Нагло Действует Просто Сел Через Цей 58 Пробежал С ножом В руке И пошел Не хочет Он Чтобы Были Какие-то Подсадки Видимо На центре Каких-то Засад Боится Так Трабли прошел На плент Попал В Гитрай Это Очень Неплохо Это У нас Гитрай Был Нет Это Был Не Гитрай Это Был Форест Форест Тоже Попал Трей Сбирает Капио Но 13 12 В принципе Уже Тут Без Разницы Есть Потери Нету Потерей Для Альтернейт Денег У них Полно Они Берут Еще 4 Раунда Подряд Это Где-то 12 Тысяч Я думаю Что У всех Потому что Там Потерь Просто Не было Там Был Раунд Сыгран 4 В 0 4 В 0 4 0 И Опять 4 0 То есть По 4 Человек В живых Оставалось 4 Раунда Подряд Это Огромный Плюс По Экономике А у Шведов А у Шведов Денег На 1 Бай Исключительно На 1 Бай Нормальный Потом Может быть Какой-нибудь Вот Фомасы Плюс 1 Брай Поэтому Они Просто Обязаны Тащить Так Падает Падает Фейс От Клаша Трабли Опять Удачный Выход На Б Плант Опять Фейс Лучший Дефовый Игрок Б Планта Мира По Моему Мнению Опять Не Справляется С Немцами Это Что-то Из Из Разряда Фантастики Просто Происходит Фейс По-моему Ни разу Еще П-планк Не удержал Один За Сегодняшний День Это 14-12 И смотрите Опять 4 человека В живых У Альтерны Максимум Одна потеря За 5 раундов Подряд И количество Смертей За 11 раундов 6 У Трабли Видимо Это как раз Тот Тот парень Который Всегда умирает Сейчас Да Сейчас Вот Трабли Опять убили В предыдущем Раунде 14-12 Два раунда Остается До победы Для Альтернейт Это Это уже Попахивает Сенсацией Небольшой Почему Потому что Ну Для многих Особенно Русских Болельщиков Альтернейт Были такими Знаете Ну Команда Четвертого Места В этой Группе Почему Потому что SK Gaming Безоговорочно Первое Винфакт С Virtus.pro Борются За второе А Четвертое место Остается Альтернейт Потому что Если Альтернейт Приписывать К лидерам Группы То Тогда Для Virtus.pro Шансов Там Маловато Остается На выход Но мы же Мы все-таки Болеем За нашу Любимую Команду И поэтому Поэтому Хотелось бы Чтобы SK Gaming Выиграли У всех Кроме Virtus.pro Конечно И вышли Со второго Места А вот Альтернейт Привносит Привносит Уже Интригу В эту Группу Почему Потому что Капи Убивает Гитрайта 4 в 5 Тут 4 фамаса Остается У SK Это Вы понимаете Чем Попахивает Роман Сбирает Трейса Апрокс Минус Фейс Тут уже На Б-планте Во всю Трабли Гуляет Который Не оставит Понятное дело Никаких шансов Для Хелпы Ну ахелпу Уже Забрал Роман Роман Один справится Со всеми Это 15-12 Все С деньгами С деньгами Провал Это уже Фамасы Без брони Пошли На мой взгляд Почему Потому что Закупка Потом Голевой Бай А что сейчас Откуда Фамасы Вы там Не знаю Откладывали С пенсии Что ли На что У вас Деньги Ребята Посмотрим Посмотрим Но Шведы Сейчас Очень близки К первому Первому Поражению На турнире Тиксу Тиксу Забирает Трейса А немцы Вот знаете Что немцы Чем меня радует Они Они никуда не спешат Многие команды Начинают давить Добивать Чувствуют Раненого Зверя Да Там Бегут Но нет Так И Форест Форест Гитрайт Форест Гитрайт 2 на 2 Так Форест Умер Гитрайт 78 хп 14 хп Утрабли И 3 хп У романа Да Ну все Гитрайт Не успевает Это GG И трабли Убивает Гитрайт Это 16 12 30 Раундов Играть Будут Команды Нет Не будут Смотрите СК Выходят Почему Как же Так Странно Трейс Вышел Трейс Покинул Сервер Но игра Должна Продолжаться Шоу Маст Гоу Он Как пел Фредди Меркури Ну Искал По моему Просто В недоумении И бегают Сейчас Поддаются Утирают Слезы Платочками Бумажными Но почему Трейс Не хочет Возвращаться На сервак Нет Вернулся Заставили Вернули 17 12 Ну на Ласт Раунд Так Надо Надо Уш Вернуться Уважаемый Я вот так Смотрю По зрителям У нас Почти 600 Человек Это Сколько Ребят Сейчас Сидят И смотрят Игру Верт Спро Инфакт Как я Вам Завидую Как же Я Вам Завидую Ну Ничего Сейчас Будет Перерыв Я Узнаю Результат Я Уже Предвкушение Сказать Тону Просто Интриги Потому что Ну СК Гейминг Теперь Не имеют Права Проигрывать Это Как Минимум Так Ну что Я поставлю Музыку И Ворвемся На следующую Игру Которая Будет Виртус Про Против СК Гейминг